При поддержке журнала Бункер и ДМГ Здарова чуваки, с вами Александр Дегтярев И как я в инстаграме обещал, сегодня я расскажу вам про свои книги О том, как я их покупал, почему я их покупал И которые я уже прочитал И могу поделиться с вами своим мнением об этих книгах Не будем, как обычно, откладывать надолго Но, видимо, придется Металлюся, чё я там опять забыл? Ну, чувак, у тебя же ролик про книги Так расскажи про еще одну Данная видеокнига – это рассказ писателя-контркультурщика из Донецка Зовут его Денис Колымеец, он же Йоши Автор пишет в таких направлениях, как урбанистический сюрреализм Альтернативная история и нон-фикшн Данный рассказ посвящен одному из самых известных событий 20 века А именно, высадки на Луну Вы узнаете, что с точки зрения автора происходило на борту космического корабля Аполлон-11, о чем думали космонавты в этот момент и, главное, что на самом деле хотел сказать Армстронг Рассказ пропитан черным юмором, посылом к различным историческим личностям и даже содержит ненормативную лексику Данное произведение чем-то напоминает Пелевина Стиль написания яркий, насыщенный, снабжен жирными деталями Подписывайтесь на Йоши, смотрите и слушайте его рассказ И не забывайте поддерживать рублем достойных авторов Возвращаемся к книгам, к моим Первое, что попадается мне на глаза, это автобиография Моби Наверняка вы знаете такого музыканта, который начинал в Нью-Йорке, в Манхэттене В заброшенных практически районах Он жил в заброшенном заводе какое-то время У него там была своя студия из очень дешевых инструментов И постепенно-постепенно этот музыкант стал известным Познакомился с нужными людьми Очень много работал И книжка действительно очень интересная Я ее наполовину прочитал Сейчас в данный момент ее читаю Здесь очень крутая мотивация То есть чувак добился из бедной семьи Больших высот И здесь все это очень хорошо расписано Очень советую эту книжку вам почитать Если вам интересны подобные автобиографии Здесь он сам действительно написал автобиографию Это очень круто Называется Моби, саундтрек моей жизни Очень прям советую Идем дальше Следом за ним идет биография группы Агата Кристи Которая включает самое начало группы В себя Я ее полностью прочитал за два дня Очень быстро, потому что легко читается И группа Агата Кристи мне действительно очень интересна Здесь начало истории идет с того Как группа образовалась в университете Потом как присоединяется к ним Глеб Самойлов К Вадиму И собственно говоря весь карьерный рост Потом даже в конце есть про расставание братьев Самойловых Очень интересная книжка Если любите русский рок Если любите такую музыку Очень советую Написано очень легко И из этой книжки можно подчеркнуть то Что не нужно жить праздной жизнью А лучше думать о будущем Потому что здесь Когда братья Самойловы перешли прям Так скажем На не очень правильный здоровый образ жизни Точнее совсем не здоровый И собственно говоря это довольно сильно повлияло И на их творчество И на взаимоотношения Взаимоотношения С пятого раза Эту книжку я купил совсем недавно Купил ее случайно В магазине Не буду говорить каком Просто в книжном Это биография Вокалиста Группы Кио Соответственно здесь затрагивается История самой группы Наверняка вы знаете эту команду Очень легендарная группа Очень интересно ее почитать Но пока я читаю другую книжку И пока к ней Не приближался Так скажем Она у меня на полочке пока стоит Очень красивая обложка Хороший переплет Отличные страницы Даже есть иллюстрации Кое-какие Попадаются Фотографии черно-белые Мне всегда нравится Когда есть Кроме текста Еще что-то Дополнительно Вот это в мягком переплете Книжка От барабанщика Группы Рамштайн Флаки В мягком переплете Ее пока я еще не читал Но кстати здесь Вот я вижу Есть очень много Иллюстраций прикольных Наверняка книжка Интересная Потому что Вот эту книжку Я купил Я купил В Пятигорске Ее Но Прочитал я ее Кстати Кстати я прочитал ее Да До концерта Рамштайн В прошлом году В 2019 Очень хорошая книжка С автографом Самого Флаки Она была на автограф Сессии Очень интересная книга Очень легко читается Очень легко Легко воспринимается Информация Потому что Флаки здесь пишет От своего лица И попутно Воспоминания о том Как группа Рамштайн Добивалась успеха Очень многое Здесь подчеркнул Из информации Про группу Использовал эту информацию В видеоролике Обзор всех клипов Тут прикольно Так здесь Типа дверь Открывается И Флаки заходят Короче Такой тут Медитирует А здесь Типа как бы Он заглядывает Вот И шмоткой его висит Очень интересная книжка Очень советую Хоть тут и написано 18 плюс На самом деле Все что связано С 18 плюс Там связано Стилем Линдомана Как вы можете догадаться Ну соответственно Если вы фанат Группы Рамштайн Эту книжку Я очень вам советую Очень хорошая книга И очень легко читается Вот Плюс еще Она с автографами Это для меня Прям очень важно Идем дальше Пинк Флойд Эту книжку Я купил в Москве Не помню В каком-то магазинчике Такой полутораэтажное Такое здание Интересное По-моему То ли Республика Называется Книжный магазин Или как-то так Короче На чистых прудах Магазинчик Это находится Я взял Эту книжку Во-первых Потому что Я очень люблю Группу Пинк Флойд Во-вторых Здесь Очень интересная Информация И Можно сказать Эксклюзивная Здесь Собрана информация Благодаря фан-клубу Пинк Флойд Благодаря коллекционерам Некоторым И Здесь По сути Книжка Не роман Не повесть Ничего такого Не автобиография Даже Здесь В основном Перечислены факты Дискография И все такое Есть фотографии цветные Очень Кстати Маленький тираж У нее Я там смотрел Там Меньше тысячи Экземпляров Вообще Если вам эта книжка Попадется Обязательно ее купите Потому что Там действительно Есть информация Которую не найдешь Даже в интернете По крайней мере В русском сегменте Она написана Как Энциклопедия То есть Здесь Прям Даже есть Список информации В конце И можно по ним По страницам Найти нужную Для себя информацию То есть Фанатам Пинк Флойд Очень советую Хорошая книжка Начал читать Но читать тяжело Потому что Там Просто Как научный труд Написано Как Бе Ну Как Просто То есть Там даже не статьи А там Просто информация Подробнейшая Про песни Про альбомы Про концерты И тому подобное Конечно Здесь тоже есть Биографичные моменты Но Это все написано Не от слов Музыкантов А именно От коллекционеров От фан-клуба И авторов Этого произведения Идем дальше Здесь у нас Пошел Егор Летов Называется Я не верю В анархию Довольно неплохая Книжка Про Летова Хоть мне нравится Следующая книга Про него больше Здесь Находятся Различные Даже закладочка Есть С терминатором Здесь написано На Здесь просто Сборник Статей Сборник Там Разные Статей Из газет Из журналов Из каких-то Других Изданий И здесь Все это Скомпановано По времени Выхода Статей Про группу Гражданской Обороны Егор Летов Если вы Фанат Летова И его музыки То тоже Кстати говоря Советую Но Больше всего Мне нравится Вот эта Книжка Оффлайн Здесь Собраны Вопросы И ответы Фанатов И любителей Творчества Группы Гражданской Обороны Здесь Все распределено По Годам Есть Очень удобные Сноски По бокам Где Кое-какая Информация Разжевывается Более подробно Здесь Полностью Ответы Егора Летова На его сайте Когда он Отвечал на вопросы И тут По разным годам Даже Вот так Вот если Листаешь Можно увидеть Вот допустим 2005 год И то есть Ответы на вопросы Фанатов Егора Летова Здесь полностью Собраны Очень хорошая Книжка Потому что Здесь Егор Летов Сам отвечает На вопросы Если в предыдущей Там были статьи Про Летова То здесь Именно сам Летов Рассказывает Очень много Всего интересного Плюс мне понравилось То что Он развенчивает Там очень многие Мифы Которые ходили В свое время Про гражданскую Баруну И сейчас Кстати говоря Ходят Ну такой уж он Летов Возвращайся Давай из тайги Чувак Цоя купил На самом деле Чисто как бы На сдачу Честно говоря Я покупал Другую книжку Про Кобейна Ну Цоя решил Все таки Взять в коллекцию Потому что Все таки Личность Интересная Личность Легендарная Совершенно Пока еще Не притрагивался К ней К сожалению Листы Достаточно Хрупкие Скажем так Бумага Достаточно Такая Тоненькая Больше Похожа На газетные Листы Даже Вот здесь У меня Уже Какие-то Вот Даже Вот Внутри Вот Уже Чуть-чуть Отклеивается Вот Но Не знаю Что за книжка Я долго выбирал Из множества Разных книг Есть очень много Подарочных изданий Которые стоят Бешеных денег Я остановился На вот этой книжечке Звезда по имени Солнце Виктор Цой Пока не читал Но обязательно Прочитаю Идем Дальше Здесь вот Книжечка За которой Я не то чтобы Охотился Но хотел себе Ее в коллекцию Куртка Бэйн От Дэнни Голдберга Вот Это был Чувак Менеджер Группы Нирвана Он очень много Времени Провел С музыкантами Очень много Всего интересного Он здесь пишет Здесь мы Грубо говоря Благодаря этой книжке Видим обратную Сторону группы Узнаем Про закулисные Всякие истории Про то Как группа Добивалась успеха Соответственно И много Много другое Неплохая книжка Читается достаточно легко В принципе Если вы Про Курта Кобэйна Знаете уже Практически все То эта книжка Может вам дать Новую информацию Прям очень советую Металлика Наверняка Такое издание Вы видели Называется оно Экстремальная биография Практически Дочитал ее Здесь Очень интересное Изложение идет То есть Это автобиография От лица Разных участников Музыкантов Там И всяких Других людей Все это Собрано в одну Книжку Здесь Очень подробно Рассказывается Про аварию Металлика Где погиб Первый басист Вообще Очень 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 Советую Эту книжку Тут Про каждого Музыканта Прям целые главы Выделены То есть Вы полностью Узнаете Про Ларса Ульриха Как он жил Про Хэтвилда И остальных Участников Коллектива Прям Вот эта книжка Прям топовая Очень советую Но Наверное Самая Самая Топовая Книжка Для меня На данный момент Из моей коллекции Это Оззи Осборн Все что мне удалось Вспомнить Эта книжка Буквально за сутки Даже быстрее Я просто достаточно Медленно читаю Я как-то вот Читаю так же Как я проговариваю Слова То есть Я вот именно С интернации читаю Не знаю Как-то с детства Все это повелось Вот Здесь Оззи Осборн Пишет просто От своего лица Типа Там есть такие фразы Чувак Ты То есть Он постоянно здесь Ломает четвертую стену Очень много всего Интересного Узнал из этой книжки Я конечно знал Что Оззи Осборн Сумасшедший мужик Но здесь Это все так Расписано С его комментариями Это просто Уржаться Обосраться Вот на самом деле Очень крутая книжка Не знаю Почему Гоблин Ее На своих видосах Хейтил На самом деле Действительно Крутая книга Из которой мы можем узнать Как Оззи Осборн Жил С кем он познакомился Как он работал На своих Разных работах Извините за тавтологию Очень крутая книга Веселая Угарная Читается Совершенно легко Буквы Большие То есть на самом деле Книжка могла быть В два раза тоньше Очень легко читается Бомбора вообще Хорошие книжки выпускает Мне очень нравится Про Оззика Прям Если вы любите Этого мужика Если даже просто не любите Это очень крутое Чтиво Прям пипец Как советую Так Идем дальше Здесь у нас От Мика Уола Гансон Роузы Последние гиганты К сожалению Пока я к ней Еще не притрагивался Книжка появилась У меня достаточно недавно Тоже похожее издание На предыдущую Какую-то книжку Не помню Здесь внутри цветные изображения Очень много прикольных фотографий В хорошем разрешении Хорошего качества Ну соответственно Гансон Роузы Я в свое время Очень плотненько слушал И соответственно Очень хочется Прикоснуться К обратной стороне группы Как это все происходило Пока не читал Но обязательно прочту на днях Я думаю Так Дипиш мод Дипиш мод Тоже крайне советую Легендарная группа Очень хорошее издание Читается совершенно легко Опять же И внутри кстати Тоже да Вот изображения Разные фотографии Черно-белые Хорошая бумага Хороший переплет Интересно все изложено Тут еще написано Дополненное издание 10 новых глав Глав плюс вклейка То есть это По сути переиздание Старой книжки Про дипишей Ту книжку я читал Эту я знаю Что она тоже самая Но тут дополнительные Главы Их я еще не прочитал Но основную книгу Как бы предыдущее Издание я читал Классная группа Очень интересно читать Тот кто относится К группе предвзяток Как-то То после прочтения Этой книжки Вы совершенно Поменяете свое мнение Действительно Талантливые музыканты О чем говорит Даже количество коверов Метал коверов И рок коверов На их песне Тот же Мерлин Мэнсон И все такое Идем дальше Фредди Меркьюри Выбрал именно эту книжку Много всего выбирал Из чего было выбрать Здесь я выбрал По аннотациям На самом деле Хорошая книжка Конечно я ожидал От нее немножко большего Но В принципе информация Достаточно полезная Хоть и найти ее Можно без проблем На самом деле И в интернете То есть Ну К сожалению Вот из того Что я находил Из Queen Это самое нормальное На мой вкус Вот Так Совсем забыл Что у меня еще Книжка лежит отдельная На полке На другой Эта книга Мерлин Мэнсон Long Hard Road Out of Hell Или по русски Долгий трудный путь Из ада Эта книжка Моя библия Блин Я читал еще ее По школе Когда она выходила В мягком переплете Точно так же называлась Но была С достаточно Дерьмовеньким Таким переводом И там было Гораздо меньше фотографий Это Недавнее издание Вот Переиздание этой книжки Очень хороший переплет Хорошие страницы Очень Прям Очень много Иллюстраций Как черно-белых Так и В середине цветных В хорошем разрешении Некоторые фотографии Я вообще В принципе не видел Но в основном Конечно видел Очень советую Эту книжку Здесь действительно Сам Мэнсон Писал О себе Наверняка С чьей-то помощью Но факт в том Что здесь Он рассказывает Вплоть до Выхода альбома Антихрист Суперстар Благодаря которому Группа Просто стала Культовая И Блин Потеснила Вообще всех Нафиг О Мэнсоне Заговорили в 96 Году Все абсолютно СМИ Газеты Журналы И тому подобное Здесь Рассказывается Мэнсоном О самого Его рождения Про его проблемы С дедом Если кто знает Поймет о чем я О том Как он ходил В католическую школу Как он учился Как он собрал Первый состав музыкантов Где с кем Он познакомился Про неудачную Его любовь И тому подобное Вплоть до записи Альбома Антихрист Суперстар Который Записывался Оказывается В очень тяжелых Условиях Здесь И про Трента Резнера Много Про группу Nine H Nails Про то Как они подружились Рассорились И тому подобное Крайне Советую Эту книжку Даже тем Кто не любит Мэнсона Кто интересуется Рок музыкой Эта книжка Очень интересная Здесь очень много Интересных Мыслей Размышлений Мэнсона Страхов Фобий Прочитав Эту книгу Я Начал совершенно По другому К Мэнсону Относиться Конечно Книжку Я эту прочитал Еще Наверное В году 2001 Или в 2000 На меня Сильно повлияло В принципе Как и музыка Самого автора Мэрилина Мэнсона Брайана Хью Уорнера Крайне советую Хорошее Действительное издание Сейчас она стоит недорого Рубля 600-700 Прямо в свою коллекцию Очень советую вам Приобрести эту книжку Такие дела Ну Пока что у меня Небольшая коллекция Позже Возможно Если этот формат зайдет Я расскажу вам Про вот эту Стопку дисков В основном Это подарки От групп От музыкантов От подписчиков Там тоже много Всяких интересных историй Обязательно Об этом тоже расскажу Если вам понравится Такой подобный формат Пишу все Одним дублем Заикаюсь Потыкаюсь Ну ничего страшного Я тоже живой человек Я могу косячить Не только в своих видосах Но и в речи своей Такие дела Если понравилось Пишите комментарии Пишите какие книжки У вас есть Какие книжки Вам очень хочется Заиметь Какие книжки Из этого вам понравились Возможно Что-то из этого Вы прочитали Тоже пишите комментарии Ну и как-то так Все Не знаю Даже как закончить Честно говоря Я наверное Вернусь К игре Doom И начну играть дальше Замечательная игра Под офигительный Офигительный Саундтрек Ну все С вами был Александр Дегтярев До скорых встреч Сейчас буду ТОП 10 делать Тяжелой музыки И скоро увидимся Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok